Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре пятница, 28 июля, с главными новостями Республики в студии Болду-Байрамукова. Официальная хроника. Вопросы подготовки и проведения выборов в единый день голосования на территории субъектов СКФО стали главной темой совещания, которое в Пятигорске провели полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Олег Беловинцев и председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. В мероприятии принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Элла Памфилова сообщила, что с 26 июля текущего года Центр избирком открыл информационно-справочный центр, то есть со вчерашнего дня начался прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании, которое в Пятигорске провели полномочный представитель президента России в СКФО Олег Беловинцев и статс-секретарь-заместитель министра обороны страны Николай Панков. Главы субъектов округа, руководители главного и региональных штабов ЮНАРМИИ обсудили вопросы совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан и развития движения ЮНАРМИЯ в Северокавказском округе. В СКФО сегодня открыто 7 региональных представительств движения, действуют 29 отрядов, в них состоят около 13 тысяч молодых людей. Одним из крупнейших патриотических мероприятий стала военно-спортивная игра «Зарница», которая прошла в Пятигорске и объединила молодежь со всего СКФО. А что касается Карачаева Черкесии, то у нас уже 70 юноармейских отрядов, в которые вступили более 1300 школьников. В ходе совещания Рашид Тимрезов предложил под эгидой полпреда президента России в СКФО Олега Беловинцева подписать соглашение о сотрудничестве между главами субъектов СКФО и президентом Всероссийской Федерации школьного спорта, трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Государственной Думы Ириной Родниной о совместной реализации курьируемого ею проекта «Школьный спорт в округе». Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов встретился с главным тренером мужской сборной России по вольной борьбе Замбулатом Тедеевым и членами сборной Таймуразом Тедеевым и Абдусаламом Гаддисовым. Говорили о перспективах сотрудничества республики со сборной страны в развитии олимпийского вида спорта в Карачаевой Черкесии, о подготовке спортсменов-вольников для участия в соревнованиях всероссийского и мирового уровня. Титулованные спортсмены отметили, что в последнее время в республике значительно расширилась спортивная инфраструктура для занятий различными видами борьбы. Рашид Тимрезов пригласил спортсменов принять участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса к 25-летию Карачаевой Черкесии и дать мастер-классы для наших борцов. В ходе встречи главный тренер сборной России по вольной борьбе Замбулат Тедеев также поддержал инициативу главы Карачаевой Черкесии по вопросу строительства современного центра подготовки спортсменов на курорте Архас. Вице-премьер Карачаевой Черкесии Муратозов провел очередное плановое заседание Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники мероприятия обсудили вопрос обеспечения безопасности и готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В настоящее время во всех образовательных учреждениях Республики ведется активная работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Кнопки экстренного вызова полиции установлены в 128 учреждениях. Системой видеонаблюдения оснащены 170 объектов. Осуществляется охрана соответствующими предприятиями 119 образовательных организаций. Отмечено, что все обозначенные мероприятия по подготовке к новому учебному году необходимо завершить до 15 августа текущего года. Продолжаем выпуск. В рамках поручений главы Карачева Черкесии Рашида Тимрезова ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий будет оказана дополнительная мера поддержки, компенсация затрат на ремонт жилых помещений. С учетом внесенных изменений в республиканский бюджет региональным министерством финансов предусмотрено возмещение расходов на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, которые являются собственниками или нанимателями, занимаемых по договору социального найма жилых помещений, зарегистрированных проживающих в данных жилых помещениях. Максимальная сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей. Данный вид поддержки будет оказан 145 ветеранам войны и боевых действий из всех муниципальных городов и районов республики. Представители ветеранских организаций Карачева Черкесского и Ставропольского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приняли участие в торжественном митинге, посвященном восхождению на Наурский перевал. С приветственным словом гостям и жителям Хабибского района обратился председатель региональной организации «Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане» Геннадий Жданов. Он подчеркнул, что проведение такого мероприятия, как восхождение к местам битвы за Кавказ во времена Великой Отечественной войны, свидетельствует о том, что, несмотря на время, в памяти людей живы воспоминания о тех страшных днях и ничто не в силах заставить людей забыть подвиги предков. Восхождение было посвящено 75-й годовщине начала битвы за Кавказ. На самой верхней точке перевала будет установлена копия знамени Победы. Теперь жители Карачаева-Черкесии могут узнать всю информацию о своем многоквартирном доме в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Эта система представляет собой единый информационный ресурс в сфере ЖКХ, где собраны нормативные акты, реестры лицензий управляющих организаций и предприятий сферы ЖКХ, а также объектов жилого фонда, новости коммунальной отрасли и результаты проверок. Карачаева-Черкесия принимает участие в данном проекте на основе договоренности главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым. В информационной системе зарегистрированы в полном объеме все органы государственной власти, органы местного самоуправления и управляющие организации, действующие на территории республики. Регистрация поставщиков информации по региону отображена на карте внедрения ГИС ЖКХ на сайте государственных услуг. В информационной системе также будет размещена информация о процессе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в этом году. Актуальные вопросы, связанные с алиментными обязательствами, долгами по кредиту и к списанию, эти и многие другие вопросы будут в центре внимания участников программы «Горячая линия», которая выйдет сегодня в эфире ГТРК «Карачаева-Черкесия» на канале «Россия-1» в 17 часов 20 минут. Вы слушаете Радио России «Карачаева-Черкесия». В Ингушетии на базе Жейрахской районной больницы состоялась конференция нейрохирургов Северного Кавказа, в которой приняли участие и специалисты нейрохирургии «Карачаева-Черкесии» Шамиль Хубиев и Андрей Жаворонков. Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы современной нейрохирургии, в частности, современной тенденции диагностики и лечения сосудистых заболеваний головного мозга, черепно-мозговой травмы, опухоли центральной нервной системы, дегенеративных заболеваний позвоночника и т.д. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара-Лева состоялся круглый стол на тему формирования антиэкстремистского сознания молодежи, теория, практика, стратегия. Площадка объединила государственных и муниципальных служащих, представителей образовательных учреждений и научного сообщества, духовных лидеров, активистов молодежных и национальных организаций и движений. Участники встречи обсудили роль учреждений образования и культуры, формирования антиэкстремистского сознания и антитеррористических ценностей молодежи и другие проблемные вопросы. В течение второго квартала 2017 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий были отобраны на исследование 176 проб плодовошной продукции на соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям. Столько же проб плодовошной продукции было исследовано на содержание нитратов, 77 на содержание пестицидов и 25 проб на содержание солей тяжелых металлов. По микробиологическим показателям не соответствовало требованиям гигиенических нормативов 33% из числа исследованных проб. Республиканское управление Роспотребнадзора напоминает, что покупать плодовошную продукцию следует в местах организованной торговли, где проводится контроль за качеством реализуемой продукции. Вы слушаете Радио России, Карачаева, Черкесия. Ученики школ получат новые книги до 15 августа текущего года. Напомним, в этом году власти Республики закупили новые учебники для учащихся с 1 по 11 классы в количестве 451 644 учебников по всем предметам. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптирован один из социально значимых объектов Республики – детская и юношеская спортивная школа по спортивной гимнастике. Здесь созданы условия для организации дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этих целей в специально оборудованном тренажерном зале представлены более двух десятков моделей тренажеров для детей в возрасте от 5 до 18 лет, с учетом различных особенностей развития. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. На этом информационная программа о весе Карачаева-Черкесии подошла к концу. В студии работала Болдова и Рамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и добрых вести. Оставайтесь с нами.